Дорогие друзья, здравствуйте! Игорь Данилов, директор автономной некоммерческой организации «Наш выбор трезвости». Игорь, здравствуйте! Здравствуйте! Сардана Соколова, активист, общественник, волонтёр трезвого движения в городе Якутске. Сардана, добрый день! Добрый день! И Евгений Скрябин, психолог, психотерапевт. Евгений, здравствуйте! Добрый день! Спасибо большое, что вы нашли время сегодня в такой туман и мороз и пришли в нашу студию. Я думаю, разговор получится полезный 100%, потому что тема всегда животрепещущая и всегда актуальная, к сожалению. Также я хочу сказать нашим слушателям и зрителям, что вы можете присоединяться к нашему разговору по телефону прямого эфира 320066, 321166. И ещё один нюанс. Сардана сегодня будет мне помогать вести эфир и будет присоединяться своими вопросами к нашим специалистам. Но первый вопрос я, наверное, попрошу вас, дорогие гости, напомнить нашим слушателям и зрителям, что такое химические зависимости, какие они бывают и чем они опасны. Пожалуйста, кто начнёт? Химические зависимости. Мы обычно под ними подразумеваем психоактивные вещества. Их всего 4 вида. Ну, как бы все знают об этом, у всех на слуху. Это алкоголизм, наркомания, зависимость от сильнодействующих препаратов медицинских, в том числе психотропных. И так называемая транзиторная, то есть приходящая зависимость от подростки-то токсикоманов. Можно так ещё попроще, чтобы я сама запомнила, алкогольная зависимость? Да, если мы говорим о химической зависимости, то их 4 вида психоактивных веществ. Есть алкогольная, наркотическая, от лекарств, и токсикомания, токсические вещества, которые тоже дают такой эффект, который нужен для наших пациентов. Сразу скажем, напугаем, что зрители, чем чревато, если ты зависим от таких... Светлана, я бы тут хотел остановиться на чём. Психоактивные вещества, вот 4 вида я, которые назвал, да, а есть же ещё около 200 видов психоактивных действий. То есть ПАВ и ПАД. Вот под психоактивными действиями самое распространённое – это трудоголизм, как ни странно. Трудоголизм, лудомания, сексоголизм. Ну, это мы сейчас называем так, как мы привыкли называть у себя. То есть вы продолжаете список этих зависимостей? Да, да. Есть ещё зависимость от еды? Да. Эмоциональная зависимость. И так далее. И так далее. И все они так же страшны, как вот эти вот 4 первые. Гаджеты, мания, социальных сетей. Вот то, что сейчас на слуху у большинства, скажем так, беспокойных родителей, они все туда входят. Но это действия, связанные с какими-то действиями. Даже возьмём обжорство, да, в алюминии, там. Перед тем, как просто поесть, человек идёт в магазин, он закупает себе. Если он в этот момент голодный, если он там что-то... Не всякое обжорство заканчивается булимией, ты могу сказать, как одна из обжоров. Ну, я от вас тоже недалёк, знаете ли. Просто, я думаю, здесь стоит делать акцент в зависимости от лишней еды. Допустим, человек, когда осознаёт, что он поглощает лишнюю еду, я, допустим, осознаю, да, и я понимаю, что в этот момент, я вообще не испытываю чувства вины, и мой психолог сказал, значит, у вас нет нарушения пищевого поведения. Чем меня обрадовало очень. Но я всё-таки думаю, что есть. Успокоились? Да. Да, давайте я вас немножко напрягу. Дело в том, что не только в этом, да, состоит проблема. Лишняя еда, нелишняя. Мы же не можем сказать, вот это будет лишнее. Могу, могу. Я ещё могу распознать момент насыщения. Остальное это у меня уже пошло просто по привычке или в удовольствие. Светлана, мы сейчас не о вас и не обо мне вообще говорим, да? Да, к сожалению. И по направлениям, если возьмём, там, допустим, трудоголизм, ой, вот это вот у меня уже лишнее пошло, а это уже у меня трудоголизм пошёл. Хорошо, если есть такая осознанность, а если нету? Осознают люди. Хорошо. Понимают. Но они тоже, наверное, смотрите, тогда всё-таки... Нет, я хотел всё-таки сказать, что есть такое понятие, как одержимость. Ну, по-простому скажем, да? Если есть одержимость от какого-то вида еды, это триггерные, допустим, продукты, это называется для человека. Но что-то мы с вами всё о еде, да о еде. Да, мы о другом же сегодня хотели. И как раз Сардана, я думаю, нас поправит и направит в нужное русло и задаст вопросы по сегодняшней теме. Да, вот близятся новогодние праздники, и мы все знаем, что у нас потом будут длинные выходные, и очень многие люди начнут злоупотреблять алкоголем, да, потому что у нас праздники в очень часто заканчиваются именно злоупотребление алкоголем. И я бы хотела узнать, вот как человеку распознать, что он вот ходит, празднует сейчас, а потом остановится, или он реально зависимый? Как это самому человеку осознать, как близким понять, что их человек близкий, зависимый? Ну, я думаю, тут никакого откровения не будет, если я скажу про анозагнозию, да, даже вот этот страшный термин. Анозагнозия – это отрицание болезни. Для людей, которые выпивают, ну, даже бомжа на улице спросите, он скажет, я пью, как все, у меня просто сложная ситуация в жизни. Я не алкоголик, да? Я не алкоголик и так далее. Спросите всех тех ребят, ну, вообще пациентов, которые попали сейчас в закрытое учреждение, ну, вот вроде нашей Красной Якутии, скажем так, они же тоже говорят, это случайность, вот так вот получилось, да. На самом-то деле диагноз могут ставить только врачи, или сам человек, если у него там вспышка осознанности, если он действительно вдруг дошел до своего дна, там что-то у него случилось, и он может сказать о себе, что действительно, да, мне надо что-то с этим делать. А вообще зависимость – это такое состояние человека, когда он не может управлять своей жизнью. И обязательно там должно быть включено что-то. Сначала это вредная привычка, потом это аддикция, и затем это зависимость. Зависимость – это всегда наваждение, это всегда одержимость, и это всегда какие-то проседают другие сферы и области жизни у человека. Работу, например, начинает терять, друзей, да. Конечно. И вот то, что социально дезориентирован становится, он сам не хочет, да, но вынужден уже потреблять там что-то там, алкоголь, наркотики. Да, люди находятся в труднейшем положении на самом-то деле. Мы привыкли так думать, что алкоголики – это люди, которые вот возле автовокзалов, которые вот уже плохо пахнут, плохо выглядят, еле говорят и так далее. На самом деле мы сегодня хотим апеллировать именно к тем людям, которые просто вот, ну, в силу тех или иных обстоятельств и причин, но они так или иначе применяют алкоголь в жизни. Можно, я видела других, вы говорите, зависимый человек от алкоголя, он не осознаёт. Я видела других людей, которые, алкоголиков, причём это явно, да, которые говорят, я понимаю, что я болен, я знаю, что я алкоголик, помоги мне. Таким образом манипулируют, получая их себе внимание. И, допустим, мы знаем, да, что снимается такая, как это называется? Ответственность? Нет, нет. Интоксикация. Да, интоксикация с помощью капельниц, да. И, допустим, родственники думают, что человек, да, он осознал, он сказал, что он алкоголик, что он болен. И снова расслабились? Они вызывают ему врачей на дом, делают капельницы, да. И получается, что тем самым они ему дают возможность сделать новый виток в этот алкоголь, потому что облегчают его положение. Абсолютно верно, говорите, Светлана. Вот, к сожалению, так получается, что среда, окружение, близкие, все те, кто любят, все те, кто неравнодушны к этим людям, у которых есть проблема, они, получается, создают условия, да, для дальнейшего употребления. Они не дают людям получить всю, скажем так, ответственность. Да, познать вот эту ответственность. Да, как раз Сардана вопрос задала, насколько влияет, да, окружение. Мы знаем же истории, что каким-то женам очень неудобно, что их муж пьет за это время, потому что муж как-то занят чем-то своим, то есть он как будто отключается, да, в итоге. Двойная выгода, условная выгода называется, да, есть такое. Вторичная, да. Вторичная выгода. С другой стороны, можно говорить о том, что вот эти химические зависимости, алкоголизм, наркомания – это семейное заболевание. То есть если один человек болен, к примеру, муж употребляет алкоголь, то жена, соответствующая за годы проживания с ним, или, возможно, скорее всего, она выросла в семье там, где тоже употребляет. То есть это её поведение идёт уже из детства. Нашла себе комфортную, да, вот эту обстановку снова, да, к которой она привыкла, комфортную, привычную, да. Хоть и болото, но родное болото, да, нормально. Скажем так, адаптировалась она вот в этой семейной системе, скажем, да, вот когда она формировалась как личность. Ну, есть куча разных терминов, да, но, скажем так, сначала это идёт дисфункция. Дисфункция личности в дисфункциональной семейной системе. Это в её родительской системе уже произошло с ней? Да. Дальше просто она? До рождения этого нашего героя, скажем так, да. Уже в этой, ну, системе уже было принято, допустим, некая эмоциональная холодность, может быть, да, не говорить друг другу, что я тебя люблю, ты для меня ценен, там, и так далее. А в наших системах семейных это, ну, большинство таких. А затем вот в этой среде у человека какие-то навыки, способности приобретаются, которые позволяют ему адаптироваться именно в этой среде. Это называется адаптация. Но в нашем случае это будет дезадаптация. То есть сначала дисфункция, дезадаптация, деградация и дно. То есть четыре этапа и существует. Вообще признаны три этапа. Тогда в ваш вот этот центр, да, нужно, чтобы люди приходили тогда полностью всей семьёй, будет полезно всем, значит, и вообще можно ли помочь такому человеку, который уже столько лет прожил, вот, ну, сначала в своей родительской семье, потом выбирает такого партнёра одного-другого. То есть такое ощущение, что он другой жизни-то и не знает, получается, другого вот этого состояния выразить. Да, вы говорите об отсутствии трезвой жизни, опыта трезвой жизни. Да, действительно, если человек начал 14 лет употреблять, 13 лет, да. Нет, он может не употреблять быть созависимым. То есть вы рядом с тем, кто употребляет, я про таких спрашиваю, членов семьи. Да, да, да. Созависимость тоже бывает нескольких видов, да, то есть не просто созависимость как бы острая, это когда есть у человека, это зависимость от зависимого человека, скажем так, когда есть рядом в доступе человек, у которого есть проблема с зависимостью, тогда ближайшее его, значит, окружение будет созависимым, там, пять человек минимум обычно. А есть созависимость как, вот как я сейчас сказал, про адаптацию, дезадаптацию, да, как форма проживания, жизни, общения, взаимодействия с другими людьми, с миром. Вот эта созависимость, у нас в сообществе есть анонимные созависимые, это отдельное направление, да, есть аланон, это родственники и близкие друзья алкоголиков, скажем так, наранон, да, близкие наркоманов и так далее. То есть тоже около 180 направлений. Да, то есть это не какой-то один центр, в котором бесплатная помощь оказывается только алкоголикам. Есть анонимные сообщества, куда люди приходят, не раскрывая свои личности, по сути, и поддержку друг другу оказывают. Это вот и созависимые семьи, друзья, алкоголики сами, наркоманы сами, взрослые дети алкоголиков. И вот, надеюсь... Я просто хотел внести уточнение, да, то, что центр как бы занимается, да, помощью. Центр консультирует, и мы можем дать направление, что куда человеку обратиться. То есть мы информируем людей о том, что вот, возможно, вам следует обратиться к психологам, к психотерапевтам, а, возможно, к психиатру. К психиатру, да. Возможно, нужно получить какую-то медицинскую специальную помощь. Либо же есть в городе у нас, и не только у нас, есть такие сообщества 12-шаговые. То есть это группы анонимных алкоголиков, группы анонимных наркоманов, Аланон, это родственники и друзья алкоголиков. Взрослые дети алкоголиков. Взрослые дети алкоголиков. Также есть анонимные переедающие. Да. Игроманы. Да, и анонимные игроки. Потому что, на самом деле, человек слабо информирован, возможно, где-то что-то слышал, но природе своей зависимости он не разбирается. Поэтому важно дать ему информацию. У вас, смотрите, как много, такая градация, много прям возможностей. Как ваше занятие проходит? Я вообще-то представляла, что, как показывают в фильмах, такой круг людей садится, и каждый начинает что-то говорить о своем опыте, делится, там, типа, раз в неделю это вот такая группа проводится. Как на самом деле? Или именно так? Примерно так и происходит. Но помимо этого еще по понедельникам происходят общие собрания, открытые, куда вот может попасть любопытствующий человек. Любой, кто хочет узнать об этом подольше. Мне кажется, это очень хорошая альтернатива для людей, у которых есть вот такая проблема. Потому что, допустим, если идти сразу в наш наркологический диспансер, что тоже хорошо, и по отзывам это тоже помогает, но там обязательные условия людей ставят на учет. И когда у меня в эфире была врач, я все не могла понять, думаю, почему люди так боятся туда идти. Я думала, что боятся, что поставят на учет. Оказывается, это потом очень длительная процедура снятия с учета. И не каждый к этому готов. И даже оказывается, что люди забывают сняться с учет, а потом, когда им что-то нужно, оформление, им приходится вот это все проходить в течение года, как минимум, по-моему. Поэтому вот ваша служба, она наверняка более удобна. Но насколько она эффективна? Как вы отслеживаете вот тех людей, ту группу людей, которая к вам пришла с проблемой? Насколько успешен вот такой подход? Или вы потом дальше, если человек не пришел, значит, все нормально? Или наоборот, вы потом отслеживаете, вернулся он или нет к этим зависимостям? Или он нам очень подключится? Вообще существует статистика, да, но она такая не строгая, но есть такая статистика. Из 100% возьмем людей, которые пришли на какие-то группы вот по этим направлениям 12-шаговым, то 30% сразу остается, говорит, да, я чувствую, что это для меня. 30% говорит, что все хорошо, у меня все под контролем, разворачивается, уходит. А 30% что делает? А еще потом 10? Нет, ну, 10 мы не берем, вот 90%. В общем, эти 30%, которые развернулись и ушли, они возвращаются так или иначе, потому что их заставляет, их зависимость, их жизнь, и они уже знают, что где-то, ну, что они когда-то побывали на какой-то группе, и там были люди странные, не похожие, допустим, на употребляющих, на алкоголиков, но говорили такие вещи, которые очень сильно у них отзываются, и у них есть, ну, и происходит идентификация, самоидентификация, то есть у них это отзывается, и они снова возвращаются. То есть получается 60%. А вы говорите о ремиссии, да? Вот из этих 60%, кто потом не возвращается в эту историю зависимости? И 100%, 60%, которые пришли, 60% будут там, так или иначе. Значит, 30% сразу останутся, а 30% уйдут, а потом развернут, ну, как бы... Вот они будут, а им сколько времени нужно-то, чтобы свою жизнь поменять? У каждого по-своему, мы говорим о гипотетических людях, да, это просто такая статистика общая. Но это зависит, да, от осознанности человека, от его самокритики, от того, какое у него окружение, насколько оно, как бы, его тюкает, не тюкает, заставляет, не заставляет что-то с собой делать, потому что действительно, если окружение не будет как-то влиять на этого человека, скорее всего, он умрет. Вот я, кстати, хотела спросить про окружение, имеет ли смысл приводить человека за руку вот в такие центры? Вы знаете, я, как человек, который работает с такими людьми, я скажу, что иногда это имеет смысл, потому что, если у человека нету, отсутствует самокритика, да, и у него есть анозогнозия, то есть он отрицает болезнь, он говорит, у меня всё нормально. А у человека уже и физически разваливается, и психически его разваливается. А как же тогда вот эта тема «ненарушаемые личные границы»? Кто-то скажет, и сам что-то не делает. Если он пойдёт, он уже понимает, вот это его, не его, от него тоже потом зависит. Ну, может, он не знал, что это такое, он же не может отрицать то, чего нельзя. Я иногда говорю своим клиентам, вы делайте всё возможное для того, чтобы человек просто ногами пришёл хотя бы на группу. Ну, не к психотерапевту, но на группу хотя бы пришёл. И будет вообще замечательно, есть тоже такая статистика, ну, как бы, дефиниция, да, что если человек ходит 6-9 раз, ну, желательно не пропуская, он может дать какую-то обратную связь, своё мнение о том, насколько ему подходит или не подходит не после одного посещения, а после 6-9 посещений. Иногда бывают такие случаи, когда, к примеру, жена приводит своего мужа на группы анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов или мама, например, да, и поскольку там проводятся открытые собрания порой, родственникам можно поприсутствовать, они слушают и приходят к выводу, что, оказывается, да, это семейное заболевание, то есть супруг, получается, ушёл. А жена осталась. А жена осталась, но только вот в другой группе родственников анонимных алкоголиков. И она начинает там выздоравливать. То есть она начинает понимать, что... Тогда она разведётся с мужем. Не обязательно. Не всегда. Но он же тогда, если не остался, он будет зависимым, а она будет... А 12-шаговая программа как раз. Опять же, это пример. Это наглядный пример, где человек видит. Как зависимый созависимым живёт. Нас вот так вот любят показывать, да. Вот зависимый человек. Ну, согнулся человек, вот он такой кривой. А свой зависимый – это вот такой. Понимаете? И он держит. И они держатся друг за друга. Вы говорите, разведутся, да, вполне возможно, потому что выпрямился один человек. Неважно, тот созависимый первым выпрямился или зависимый. Но они уже не смогут друг с другом, да, цепки не будет. И они должны будут решить, дальше вместе жить, ну, как бы, что-то делать с этим или же уже достаться. Спасибо большое. Мы буквально на четыре короткие минуты прервёмся. И затем во втором блоке мы продолжим говорить, наверное, уже более подробно о вот этой вот программе 12-шаговой, да. Потому что, ну, сложновато, если ты не в этой теме, да. Я, допустим, пару раз пыталась читать, как-то я не осилила. Почему? У меня вопрос, на который я попрошу вас ответить во втором блоке. Слушатели и зрители, оставайтесь. Говорили о том, кому будет, кому может быть интересна наша программа, наш эфир. И сделали вывод, что абсолютно всем. Потому что вряд ли кто-то смог избежать соприкосновения с этой темой. Вряд ли у кого-то семья, в которой никогда никто не пил. Я, как представитель советского поколения, могу сказать, что, ну, точно тогда для молодёжи, да, это конец 80-х, начало 90-х, у нас и не было большого выбора о том, как провести время. И мы время проводили с алкоголем. И это было нормой. Слава Богу, что сейчас, да, несмотря на то, что мы в преддверии Нового года, всё-таки сделали акцент, что в нашем обществе, социуме принято отмечать праздники с алкоголем на столе. Сейчас всё-таки многие люди выбирают трезвое застолье, и это радует. И такие варианты есть, они в реальности существуют, даже свадьбы есть трезвые, да. Но, тем не менее, существует и много людей зависимых. И вы, как никто другой с этими, видите, что этих людей много, и с ними работаете, помогаете им выздороветь. И мой вопрос про то, что такое 12-шаговая программа, как она работает, и почему так сложно её воспринять человеку, который вот просто прочитал о том, что это, да, в интернете. Почему сразу не заходит? Или это кому-то не заходит? Оно архаично, потому что все те шаги, которые там описаны, во-первых, это перевод, да. Во-вторых, там из 12 в 5 шагах говорится о Боге. Наше общество как-то не привыкло говорить о Боге в обществе, скажем так. Поэтому все сразу начинают бояться, видимо, да. Как будто это секта. Да, да, да. Есть такое мнение. Да, да, есть такое. Но это не секта, потому что в вашем, например, обществе нет никаких взносов, да. Туда приходят люди добровольно, остаются добровольно, могут уйти в любой момент. И там никто никого не записывает, никто не спрашивает даже имени вашего. Даже больше всего, там нет никаких главных, там... Да, там нет руководителей. Нет руководителей, все на равных. И нужно еще сделать акцент о том, что вы как друзья, да, тех людей, которые помогают этим людям выйти... Друзья анонимных сообществ. Да, анонимных сообществ. Двенадцати шаговых программ. Да, потому что я сама думала, что вы представители, вот именно яркие представители вот этих центров, которые помогают. А вы себя позиционируете как друзья. Да, мы пришли сюда именно с одной целью, чтобы рассказать о том, что есть такие места, есть такие сообщества, где люди могут получить специфическую, специализированную поддержку и помощь. Смотрите, может быть мы расскажем нашим зрителям и слушателям в каких-то примерах. Вот у человека была такая история, мы же не будем называть, естественно, ни имя, ни возраст, даже можем не называть полчеловека, да. Вот была такая-то история, то-то, 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 стал ходить, что меняется, как это происходит, насколько это эффективно. Может быть кто-то услышит знакомую историю, да, и подумает, что раз этому помогло, и мне поможет. Сплошь и рядом, таких историй очень много. Я вот как психолог-психотерапевт с большим, скажем так, опытом, да, стажем работаю, скажем. Просто на моих глазах люди меняются, на моих глазах. А что с ними происходит, как они меняются? Ну, они приходят черные, скукоженные, никакие, говорить не могут, им дают, буквально вот сейчас у меня сразу всплыл в памяти образ человека, который в 10-м году пришел, в 11-м году пришел в сообщество, и я его просто, я думал, что он сказал, мне врачи дают 6 месяцев. У него была активная фаза разложения печени, буквально, да, от цирроза человек умирал. Более-то у него был, оказывается, какой-то еще там, ну, какая-то история связанная с легкими там и так далее. В общем, говорить он почти буквально не говорил, одни маты, не мог не выпивать через какое-то время. Понимаете? То он покурить выйдет, то он выпить выйдет, то еще что-то. В смысле там, находясь прямо вот? Ну, он прямо так откровенно и говорил, это был 10-й год, 10-й год, это когда было? Это было на заре тогда, когда вот это сообщество только-только у нас формировалось, в Якутске я имею в виду. Вообще, надо сказать, что в Якутске первые анонимные алкогольки, если мы говорим вообще об анонимных сообществах, то первыми обычно всегда бывают анонимные алкоголики, потому что у них выбора нет. Особого выбора нет. Алкоголиками на самом деле никто настолько не интересуется их жизнями, их судьбами, чем, кроме вот их близких, да, но у близких Шора и у близких сами созависимые. А вот те люди, которые сами прошли вот этот маршрут, скажем так, понимаете, о чем я говорю, да? Да, только, наверное, да, так. И получив какой-то опыт духовного качества, как мы это называем, и перелопатив всю свою жизнь, все свое мировоззрение, да, это реструктуризация личности человека получается. И он прекрасно же понимает другого алкоголика, допустим, или другого там из сообществ, ну, в зависимости от какой, какая у него зависимость. То есть он может рассказать, какие там запои, как себя человек чувствует, как ему все плохо, как ему все обрыдло, как он не доверяет ни врачам, ни психологам, ни кому-то в очках и в галстуке. Вообще никому. Даже стоит ради этого просто прийти в это сообщество, чтобы, как говорится, оказаться среди своих, среди тех, кто тебя понимает. Потому что даже, когда, например, смотришь там, например, сайты знакомств, да, или где-то в социальных сетях кто-то предлагает, да, там как-то, ну, возможность познакомиться, там очень часто встречается, что мне нужен человек, у которого нет вот таких зависимостей, ни наркотической, ни алкогольной. То есть сразу же вот эта категория отсеивается. Сейчас уже, слава богу, такое встречается чаще. И даже бывает так, что люди, когда знакомятся, если они знают, что человек выпивает, уходит в запои, они это общение закрывают. Ну, в принципе, не безусловательно. На самом деле, вот у нас в обществе как бы принято считать, что алкоголизм – это следствие какого-то, ну… Распущенности, да? Распущенности, да. Отсутствие силы воли. Хотя медицинский факт – это алкоголизм, это заболевание. Это заболевание, да. Это нозологические единицы 1953 года, находящиеся как отдельная нозологическая единица в реестре болезней Всемирной организации здравоохранения, и по смертности она уступает только героиновой зависимости. Это же наркотик – алкоголь. Конечно. Вы говорите заболевание. Почему одни болеют, другие нет? Кто-то там, например, какое-то время попил алкоголь, да, а потом он свободно от него отказался. Совершенно верно, да. И это зависит от того, в какой семье, в какой семейной системе, какой характер у человека. Там очень многофакторные. И даже разбираться… Генетически вы имеете в виду? Нет, генетически только 25%. 25-30%. Всё остальное – это окружение и человеческий характер, насколько он приспосабливается, не приспосабливается, насколько у него есть установки, какие есть в этой семейной системе, передающиеся из поколения в поколение, убеждения, ценности, какие транслируются в этом роду, скажем так. Не обязательно, которые с алкоголем. Конечно. Да, и, кстати, как говорят, вот сила воли, сила воли тут вообще ни при чём. Потому что если человек обладает вот этим, приобрёл это заболевание, то какой бы он ни обладал силой воли, с этим он самостоятельно справиться не сможет. И когда он приходит на эти группы, они называются самопомощи, да, то есть они помогают друг другу. В этом их главная цель. То есть выздоравливающий алкоголик помогает новичку. И у новичка проходит идентификация, потому что он понимает, что с ним разговаривает точно такой же человек, обладающий такой же зависимость, с такими же проблемами. Но он, следуя вот этой программе «12 шагов», он начал выздоравливать. Сидит здоровый, нормально одетый, хорошо пахнущий, с работой, со всеми делами. Но он этого человека, который пришёл, новичка, он его прекрасно понимает. Не осуждает. Нет, конечно. Как он может его осуждать, если он сам был в этой шкуре и прошёл такой маршрут? И он его может только, ну, как бы пригласить, пойти по этому же маршруту, по которому он сам прошёл. Вот о чём говорит Игорь Васильевич. У Сардана есть ещё вопросы по этой теме, да, и просто, чтобы она успела их задать, потому что времени не так много, к вам, как к специалистам. Ну, я хотела просто узнать ещё, какие есть, вот кроме анонимных сообществ, человек куда может пойти. Вот если он интроверт, он не хочет идти в сообщество и делиться, с чего начать вообще. В нашем обществе очень много людей, которые боятся куда-то идти, там, тем более какая-то группа, какие-то люди, что я там буду, как это самое. Да, у нас очень много таких людей, поэтому, ну, я могу к себе приглашать. Я имею в виду к себе как к психологу, к психотерапевту, а там уже, допустим, кто-то ещё, например, может выбрать в формат онлайн, да, потому что есть люди, которые там спортом не любят идти в спортзал заниматься, они просто онлайн там присоединяются, да, им так супер. То же самое же... Да, конечно, сейчас технологии-то вполне позволяют. Для удобства просто. Есть причём онлайн-группы не только Якутска, они мировые же сообщества, поэтому они есть по разным часовым поясам, можно выбрать удобную себе группу, в которой удобно, да, и они в Телеграме есть, в WhatsApp есть группы, и по информационному телефону по общему, по нашему можно. Да, это можно набрать в поисковике или зайти на сайт. Если говорить, допустим, о сообществе анонимных алкоголиков или наркоманов, есть сайт, так и называется, анонимные алкоголики России, или анонимные наркоманы России, или взрослые дети алкоголиков, или там Аланон родственники. Или анонимные созависимые, или анонимные переедающие. Всё это 12-шаговое проще. Потому что в каждом крупном населённом пункте эти группы есть. Но для того, чтобы о них подробнее узнать, стоит прийти к вам, да, вот в, ну к вам я так говорю, в тот центр, который есть у нас в Якуске. В те сообщества. Не обязательно. Можно набрать напрямую в сайт. Или, допустим, я по-якутску знаю информацию об анонимных алкоголиках и наркоманах, есть в два ГИС. Там и контактные телефоны. И это тоже всё бесплатно, анонимное бесплатно. А на сайте, кстати, ещё есть анкетирование анонимное тоже, где человек может пройти это тестирование и понять, ему подходит такое общество или не подходит. Алкоголик, он не алкоголик. Важно, конечно, центр, в принципе, и создавался для того, чтобы информировать людей, что есть какая-то возможность обратиться за помощью. Потому что, если говорить, допустим, о сообществах, анонимные алкоголики. Само алкоголики, да ещё анонимные. Да, это отталкивает. Отпугивает, отталкивает. А если когда люди читают информационный центр, наш выбор трезвости. Ресурсный центр. Вот у вас автономная некоммерческая организация, наш выбор трезвость. Вы директор. Вот к вам же можно прийти? Да, можно прийти. И бесплатно это? Да, это бесплатно. А куда тогда прийти? Давайте скажем адрес. Раз это бесплатная помощь, мы можем сказать. Есть номер телефона. По этому номеру можно позвонить. Тогда мы номер телефона можем сказать, да? Да. Назовите. 924-663-3450. Мегафон 663-3450. Да. По этому телефону человек может позвонить в какое-то конкретное время или он может звонить круглосуточно? В любое время может позвонить. В любое время позвонить и дождаться ответа, да? Или там может быть выйти по WhatsApp с вопросом. И вы скажете тогда, куда можно подойти и когда. Да. Я тоже позвоню, я хочу в группу, которая анонимные переедают и эмоционально зависимые. Я даже не знала, кстати, да, что у нас в Якутске настолько вот так вот многогранно можно... Да, но это же анонимные сообщества, поэтому люди, которые туда как-то ходят, да, пользуются услугами этих сообществ, скажем так, они состоят там, они о себе особо не говорят. Ну и приятно то, что бесплатно, да, потому что у человека может быть любая ситуация, когда он очень сильно, да, там, например, ограничен в финансовых средствах. Ничего не нужно, просто нужно выбрать время, да, которое, наверное, тоже как-то можно скорректировать и прийти и побыть среди тех людей, которые тебя точно поймут. Почему возникло столько много разных сообществ? Потому что когда люди начали понимать, что вот эта программа работает по избавлению от этой одержимости, у кого-то там алкоголем проблемы, а у кого-то там несколько зависимостей, допустим, табачная там, наркотики, нарканическая, пищевая, трудоголизм, связанная с сексуальной сферой, много их очень много. Мне кажется, они поодиночке не знают. А одержимый человек, он обычно одержим еще в чем-нибудь. Да, и потом, когда он избавляется от одной одержимости, эта одержимость как вот переходит, может перейти там на еду, там еще на что-то там. А потом и следующую надо идти в зависимость. Поэтому, чтобы это никуда не переходило, чтобы это было искоренено, как сказать, вырвано с корнем, скажем так. Вырвано с корнем, да, а не убирать просто вот эти вот плоды. Именно надо 12-шаговой программой заниматься. Более того, скажу, есть Миннесотская модель 12-шаговой программы, которая вообще используется во всех реабилитационных центрах. Без нее вообще как бы никак, да. Представьте себе, это программа, которая самых зависимых людей, скажем там, наркоманов, алкоголиков, которые находятся в последних стадиях, их заставляет реструктуризироваться. То есть они пересматривают свое мировоззрение, насколько это сильная должна быть программа. Кстати, у нас в Конголасах, вот таком замечательном месте, там в красивом живописном, находится один из лучших реабилитационных центров в России. Да, я слышала об этом центре, тоже хорошие отзывы. Вот сколько-то лет тому назад приезжала заместитель министра здравоохранения Российской Федерации, которая сказала, да, совершенно официально ответственно, это говорит, я знаю, два только, два реабилитационных центра бесплатных и такого уровня, один в Московской области, другой у вас в Якутии. Приятно. Наши слушатели и зрители просят назвать телефон. Ещё раз, 8-924-663-3450. Всё верно? Всё верно. По этому телефону, друзья, у кого есть зависимость эмоциональная, химическая, любая, да, потом, что мы ещё перечислили, трудоголизм, блудомания, ещё любая зависимость, которую вы чувствуете, вы одержимы и вы понимаете, что вы сами себе помочь никак не можете, есть отличная возможность присоединиться к тем людям, которые уже справились с подобными зависимостями с помощью специалистов. И по этому телефону можете узнать адрес и время, когда можно подойти в такое сообщество людей. Да, что я ещё хотел сказать о группах самопомощи, 12-шаговых, да, человек, который приходит туда, он как бы вот всё-таки вот человек зависимый, он по сути своей одинокий, несмотря на то, что он там окружён, там и семья у него есть, и друзья, может быть, есть, но по сути он испытывает одиночество. И когда он приходит в эту же группу, он чувствует, как бы вот... Выходит из изоляции, да? Да, во-первых, он начинает понимать, что люди, которые его окружают, они его понимают, потому что часто бывает так, что человек зависимый, он не находит понимания в семье, на работе тем более. Да, и поэтому замыкается, никому об этом не говорит, и никогда, как бы, считает, что его никто не поймёт. Самобичевание начинается, которое ведёт ещё к боли. И когда приходят на эти группы, он, общаясь с такими же, как он, он начинает понимать, что они испытывают точно такие же трудности и проблемы, но есть выход из этих ситуаций, потому что по большей части, наверное, скорее всего, это, наверное, вот эти вот мысли, которые вот... Зацикленные такие-то, да? По одному и тому же, по одной и той же рефлекторной дуге, как мы говорим. А тут предлагаются ему определённые действия, которые нужно выполнять на ежедневной основе, и которые позволят выйти ему на новый уровень жизни. Не буду спорить со специалистами, у нас уже почти закончили мы. Я хотела задать вопрос, как у нас обстоят дела с правительством. Мы уже не успеем ответить на него, поэтому приходите к нам ещё раз, дорогие друзья, дорогие слушатели, телефон ещё раз 8-924-663-3450. Звоните в сети, кому нужна помощь специалистов в каких-то, в любых зависимостях. Дорогие гости, благодарю вас за сегодняшний полезный разговор. Всех слушателей и зрителей благодарю за внимание. Всем хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова